У нас 5 иностранцев, потому что играл. Вопрос непонятный, понимаете, вы хоть разбираетесь вообще? Что у вас 6 иностранцев? Я разбираю, иначе я такое сделаю. Вот так мы решили. Да мы-то разбираемся, вот по поводу вас большие сомнения. Привет! КХЛ все-таки перенесла два матча Рижского Динамо против Авангарда и Московского Динамо на более поздний срок. Но под вопросом игры с Витязем и Металлургом, там надо засчитывать технические поражения. Наконец, Наиль Якупов получил свою справедливую цену. В Авангарде ему будут платить столько, сколько он заслуживает. В этой сделке нет проигравших. Амур получает денежную компенсацию и избавляется от хоккеиста, который не отрабатывает свою зарплату. Да и ведомость существенно разгружается. Авангард берет форварда, у которого есть поставленный бросок, способного решить момент. И за 25 миллионов рублей в год лучшего варианта и не найти. И Якупову хорошо. Никто теперь не будет вспоминать об огромной зарплате, которую он не заслуживал. Более того, если бы Наиль изначально приехал в Россию на нынешние деньги, то у него и проблем бы было меньше. 25 миллионов – это совершенно справедливая цена за игрока такого плана. Опустим за скобки то, что у него точно возникнут проблемы с Бобом Хартли, который вообще не терпит хоккеистов с русским паспортом, не умеющих выполнять большой объем работы. В конце концов, менеджер-то в клубе на что. Но у Наиля отличный шанс проявить себя. Травму получил Сергей Шумаков, в лазарете Иржи Секач, скоро уедет в сборную России Егор Ченахов, а на Арсении Грицуке Хартли поставил крест. Не забывайте, что Костин в команде только до открытия тренировочных лагерей. Вариантов для использования Наиля очень много, но и минусы есть. Якупов существенно деградировал за последние два сезона. Провал был в СКА, провал был в Амуре, где его использовали, с различными центрами. Под большим вопросом его психологическое состояние. Впрочем, Авангард не слишком много заплатил за риск. Иван Чихович подписал контракт с Торпедо. В сезоне 18-19 Иван разделил второе место в списке бомбардиров лиги КВБК с Алексисом Лафреньером. Но того в Нижний не зовут. Закончилась битва между Ильей Михеевым и Торонто Майпл Ливз за контракт. Стороны нашли идеальное решение. В ближайшие два года нападающий будет зарабатывать в среднем 1,6 миллионов долларов. Причем основная сумма грамотно перенесена на сезон 21-22. Михеев в ближайшем чемпионате положит на счет 1,1 миллионов долларов. А через год его оклад возрастет более чем в два раза. Конец истории. Илья хотел играть в Торонто. Канадцы хотели, чтобы он выступал за них. Так как мало кто из нападающих команды умеет так остро работать в большинстве. И надежен в равных составах. Конечно Михеев потерял право самому выбирать команду следующим летом. Но через два года он точно будет на рынке. Так что у него полно времени, чтобы заявить о себе. Не забывайте и про то, что канадцы опять настроены выиграть кубок. Они собирают команду исключительно под задачу. Так что в любом случае будет интересно. И шансы у них велики. Ведь сезон будет коротким. А когда на льду до плей-офф надо провести не 82 матча, а гораздо меньше. То расклады меняются. Теперь мы с нетерпением ждем сезона. С кем будет Илья Стормтоном? Со специей? Может быть привычно будет выходить с Керфутом? Но и вариант с Таваресом не исключен. Михеева куда ни поставь, плохо не будет. Хорошо, что все закончилось так. Ведь 1,6 миллионов реально справедливая цена. Ни он не должен себя считать обиженным. Да и клуб не считает, что переплатил. Молодежная сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира в Канаде против команды США. Нам будет, что посмотреть зимой, когда видимо никого не будут выпускать на улицу. Напомним, что руководить молодежной сборной будет Игорь Ларионов. И последнее, единственный матч вторника в КХЛ получился просто кошмарным. Локомотив и Спартак не смогли поразить ворота друг друга за 65 минут. Вот зачем они с нами так, а? До свидания. Сегодня Спартак, в общем-то, играл очень хорошо. И вы натолкнулись на хорошо организованную оборону соперника и смогли ее преодолеть. В дальнейшем, если в будущем, игры будут скоро, ну, скоро прилев и так далее, и так далее. У вас есть наработки, вот есть такой игрой команд, которая сегодня противостояла Спартак, чтобы были заброшены шаревные болельные? Они в улитах и не в овертайне. Вы что-то больше знаете, чем мы, скоро плов.